Спасибо Господь тебе за все, спасибо, спасибо Слава тебе, слава, слава и хвала Благодарю тебя за доброе утро Благодарю тебя Господь за всех братьев, сестер За всех, кто присоединяется сейчас, кто присоединился уже Благословен ты Царь наш, благословен Господь, Аллинуя Отныне и вовек, Аллинуя Перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог, Аллилуйя А у нас сегодня выход на свободу, честь закончилась, Аллилуйя У нас тоже здесь в Киеве снимается постепенно сегодняшнего дня Не все еще, но до конца месяца будет сниматься постепенно, постепенно карантин Поэтому, да, я сегодня Бога благодарю за возможность свободно уже, не опасаясь там штрафов, ничего, значит, вообще как бы Ну и по закону свободно уже, да, гулять по паркам, молиться Я очень соскучился уже по прогулкам по паркам, по парку здесь, вот И сегодня хочу после утренней молитвы как раз прогуляться там, попеть в парке Очень люблю на природе петь, славить Бога, Аллилуйя Ну, в помещении тоже неплохо, тоже здорово Но как-то на природе как-то живее все получается, да, как-то Там и земля молится, и деревья молятся, и все молится, Аллилуйя Перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог, Аллилуйя Перед тобой склоняюсь я, Господь, всемогущий Бог, Аллилуйя Всесильный, Всевышний Творец наш, наш Отец Источник утешения Я нашел у Твоих ног О, Ты велик, мой Бог велик Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, да Аллилуйя, да Молимся, молимся, да Благоставляем все нужные, да, благоставляем людей Кому исцеление, кому благословение, да, кому в дороге, да Аллилуйя Бог велик, Бог велик Наш Бог велик Слава Иисусу Христу, доброе утро, дорогие братья и сестры Всем шалом, шалом, аллилуйя, наш Бог велик. Нет тебе подобного, перед тобой склоняюсь я, ты, любовь моя. Перед тобой склоняюсь я, Вседержитель Бог, аллилуйя, источник утешения. Я нашел у твоих ног, о, ты велик, мой Бог велик. Нет тебе подобного, перед тобой склоняюсь я, ты, любовь моя. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Мой Бог велик, нет тебе подобного, перед тобой склоняюсь я, ты, любовь моя. О, ты велик, нет тебе подобного, перед тобой склоняюсь я. Ты, любовь моя. Ты, любовь моя, ты, любовь моя. Перед тобой склоняюсь я, ты, любовь моя. Аллилуйя. Спасибо, Господь, за доброе утро, это благословенное утро, поклоняемся тебе, наш Бог и Царь, великий Государь, слава тебе, слава, 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 аллилуйя. Бог велик, аллилуйя, слава тебе, слава, слава. Перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог, источник утешения. Я нашел я, я нашел у твоих ног, о, ты велик, нет тебе подобного. Перед тобой склоняюсь я, ты, любовь моя. Аллилуйя, наш Бог, наш Бог велик, нет ему подобного, пред Ним склоняемся все мы. Аллилуйя. Он наша любовь, он наше все. Слава тебе, Господь, слава, слава, слава. Благодарю тебя за братьев, сестер, Господь. Благодарю за всех, кто подключил с этим добрым утром, Господь, этого благословенного дня. Да, как сказано в Слове Твоем, и был вечер, и вот утро, день, второй, день уже Твоей библейской недели. Слава тебе, Господь. Братья, сестры, приветствую всех. Благоставляю во имя Господне. Доброе утро, благословенного дня всем вам, дети Божьи. Сыновья Всевышнего Бога, приветствую вас, дочери всесильного Творца нашего. Приветствую и благоставляю всех вас, возлюбленные. И сегодня, этим уже вот вторым днем недели, я хочу из Библии прочесть. Вчера как раз тоже прочитал из книги Бытия, самое начало Библии. Как раз вся неделя, еженедельно, да, ежедневно мы вспоминаем вот акты творения Бога. Для чего? Это помогает нам, людям, верующим. Сами эти размышления даже помогают нам укореняться в мысли, что действительно Бог наш Творец, Он сотворивший все. Это размышление очень обогащает, очень помогает, очень благоставляет верующего человека. Ежедневно это размышление. Потому что у нас каждый день недели есть повод об этом подумать. Ведь Господь совершал свое сотворение мира всего шесть дней подряд. В начале, как я вчера сказал, создав как таковое время вообще, временное это измерение, да, день, ночь, света, тьмы, еще до того, как были созданы Солнце и Луна. Поэтому даже если Солнца нема, Луны не видно, все равно мы знаем день и ночь, время идет все равно, время не останавливается. Оно бывает замедляется, да, бывает ускоряется, да, время. Вот. И, знаете ли, во времени много чудес происходит удивительных. Мы соприкасаемся с вечностью. Но кое-что, скажу удивительное, действительно. Бог создал все, что мы видим и не видим. Он творит всего видимого и невидимого. И Он творит самого времени. И время имеет начало, имеет конец. Время – это, как я вчера говорил, временное творение Бога. Мы, как вечное творение Его, да, но мы сотворены во времени, во временном, вот, будем так говорить, потоке, в этом временном измерении. Это потрясающая история, потрясающие, да, действия. Аллилуйя, Господь, доброе утро всем. Роза пишет, Гелена, сердечки, да, с крестиками. Аллилуйя. Слава Богу, да. Внутри нашего сердечка, действительно, крестик, да, любовь нашего Господа. Так что, да, всех приветствую. И вчера был первый день недели библейской. Хотя в светском календаре суббота обычно обозначена как седьмой день, но мы-то знаем правду, что, согласно Библии, Божьему Слову, вчера был не седьмой, а первый день как раз недели, да. Кстати, в церковном православном календаре, даже в традиционном православии, еженедельный цикл, он всегда начинается с воскресенья и заканчивается субботой, седьмым днем недели. То есть, да, в православии, даже в традиционном, традиционалистском, сохраняются элементы вот такого библейского, такого миросозерцания, библейского воззрения. Для меня это тоже было, как бы, в свое время, в 96-м году, толчком к прозрению, да. В 96-м, когда я был еще традиционным священником православным, вот мои размышления, освобождение антисемитизма, вот, и вот необходимость реформ вообще в церкви, и как раз вот меня удивляло, что с одной стороны в православии, да и сейчас пора удивляет, может не так уже, но тоже удивляет, что с одной стороны в православии много, традиционалистском таком, традиционном православии, много элементов библейского иудаизма, очень много, наиболее вообще из всех христианских ветвей, именно в православии сохранились иудейские корни, библейской веры нашей, именно в православии. Даже у католиков так четко не прослеживается, и у протестантов тем более. Но знаете ли, но с другой стороны, именно православие является, вот, и по сей день, в целом, если брать, самыми, самыми антисемитскими, такими проблематичными ветвями на древе Царства Божьего, в таком многоветвистом древе, вот, тогда, в 96-м году, я, как бы, ну, даже, будем так говорить, был очень удивлен этим, да и сейчас порой удивляюсь, но сейчас у меня уже есть какие-то ответы на это все, и тогда у меня нашелся ответ, что, такой, простой ответ, что чем ближе родня, тем громче ссоры бывают, знаете ли, вот, и никто так близко не ранит, сильно не ранит, как самый близкий человек, вот, и, с одной стороны, православие самое близко к библейскому иудаизму, да, с другой стороны, по своему настрою и богослужению, и вообще всему является самым антисемитским, к сожалению. Поэтому задача реформации просто отбросить все эти вот элементы антисемитизма, да, все это суеверие, все это мракобесие, все это невежество отбросить, и действительно вернуться, ну, в себя, прийти в себя, да, вернуться к здравому смыслу, к Слову Господнему, Аллилуйя. Вот, да, и сегодня, да, вот, второй день недели библейской, понедельник его называют в гражданском календаре. В Израиле, в израильском календаре, современном даже, он никак не называется, просто второй день. Первый день вчера, да, сегодня второй день, просто второй день. И вот, читаю Бытие, с самого начала прочту. Бытие, первая глава, с первого стиха прочту. А вчерашним днем, потом перейду к сегодняшнему дню сразу. Здесь все как раз по порядку. Вначале, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Во временном измерении, что самое удивительное, это свет и тьма, разделение. Ха, удивительно, да? И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Вот, ну, вчера день закончился уже, да. И сказал Бог, вот уже события, относящиеся к сегодняшнему дню. Ну, вот, вечером еще, и вот сегодня, утром и днем. Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. Вот так вот. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. Да, собственно, небо в нашем понимании сегодняшнем, да, оно было сотворено как раз вот второй день. Спасибо тебе, Господь, спасибо. То, что ты открыл нам в Слове Своем о Своем сотворении, это величественно. Это нас действительно повергает просто в благоговение. Это нас направляет просто в поклонение. Потому что действительно ты создатель всего мира. И небеса, которые мы видим сейчас, вот в таком виде, в котором они сейчас есть, и какие они были тогда, это действительно твоих перстов дело, твоих рук дело, да. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благодарю тебя за все. За то, что ты создал, да, действительно отделил свет от тьмы. Ты, Господь, создал небо. Воду, твердь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И действительно над нами такой твой шатер, распростер. Спасибо. Прими сегодня хвалу, благодарность. Боже. Мы все народы при Тобое, как написано там у тебя, как капелька маленькая, да. Действительно, да. И сегодня самое малое и самое большое одновременно, что мы можем сделать, это сказать тебе спасибо. Сказать тебе огромное спасибо. Слова благодарности, любви, признательности. Это действительно самое, 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 что мы можем сделать хорошее сейчас и правильное. Тем более таким утром, Господь, да. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. Поклоняюсь тебе, Господь. Перед тобой склоняюсь я, Вседержитель Бог, Источник утешения, Я нашел у твоих ног, О, ты велик, нет тебе подобного, Перед тобой склоняюсь я, Ты, любовь моя. О, ты велик, нет тебе подобного, Перед тобой склоняюсь я, Аллилуйя. Ты, любовь моя, Перед тобой склоняюсь я, Всемогущий Бог, Источник утешения, Я нашел у твоих ног, Я нашел у твоих ног, О, ты велик, Нет тебе подобного, Перед тобой склоняюсь я, Ты, любовь моя. Слава, слава, слава тебе, Господь, слава тебе, Роза пишет, ты вел нас в царство твое, аминь, 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 аминь. Да, по сути, весь этот мир, это его царство, да, все творение его, это его царство, он творец, он наш отец, Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Просто люди, которые духовно перерождены, рождены свыше от Бога, верующие, об этом знают, это вспоминают. Те, кто этого не знают еще, да, они просто еще, ну, ослеплены, вот, мертвы. Господь, пусть те, кто не знают Тебя, познают Тебя, Бога Живого, пусть те, кто еще не знают Твоей любви, благодати, Господь Божий, и то, что действительно Ты создатель всего, пусть познают Тебя, Бога Истинного, Бога Святого, благодарю Тебя, благодарю за все. Слава Тебя. Ты действительно любящий Бог, Ты есть любовь, и нет в Тебе никакой нелюбви, Ты есть свет, и нет в Тебе никакой тьмы. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, благодарю Тебя за все. Благослови нас сегодня этим утром и хлебопреломлением вот совершить причастие, как великий знак спасения. Аллилуйя, преклоняю сердце мое пред Тобою, Господь, Наталья пишет, аминь, аминь, аминь. И сегодня, да, мы склоняем свои сердца пред Ним, пред Богом нашим, преклоняемся и восхищаемся Богом, Творцом нашим, Создателем всего мира. Слава Тебе, Святой, Ты творец, и Ты в нас поместил это творчество, жажду творить, желание творить. Будучи сотворенными по образу, подобию Твоему, мы действительно, мы не можем без этого, чтобы не творить или вытворять что-то. Но действительно мы что-то творим, да, мы что-то созидаем. И не зная Тебя, Твоей любви, Отчей любви, люди творят назло, вытворяют и разрушают мир. Но Господь, те, кто познают Тебя, Господь, творят на добро, творят, созидая этот мир, теку на лам, восстанавливая этот мир. Слава Тебе, Господь, слава, слава, слава. Благословен Господь наш, благословен Царь наш, благословен, благословен Ты. Поклоняемся Тебе, Господь. И позволь сегодня снова совершить причастие, Господь, как действительно знак Твоей любви Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, Твой святой дар свыше с неба Это дар действительно любви Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим Возмездие за грех смерть Да, там весь свет отступает, там тьма наступает И мы каждый день это видим, да, в природе Когда солнце заходит, наступает тьма Но когда солнце поднимается, да, тьма убегает, исчезает И для нас это очень хороший знак, действительно Спасибо Тебе, Господь Да, возмездие за грех смерть, возмездие за то, что неизбежное просто, неизбежное наказание, неизбежное последствие того, что отвергается свет, наступает тьма И это каждый человек больше или меньше в своей жизни знает, понимает Больше или меньше каждый с этим соприкасается из нас И весь мир возле лежит, действительно, потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет И поэтому неизбежно просто смерть, неизбежно тьма наступает Но, Господь, забрежил Твой рассвет Две тысячи лет назад Господь, и мы знаем великую правду Правду Божью, Твою Божью правду Что жизнь вечная, дар Твой, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем Потому что, когда приходит свет, тьма отступает Тьма просто исчезает Когда является свет, тьма исчезает Слава Тебе, Господь Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все Благодарю Тебя, Господь, за Твой божественный дар Для всего истрадавшегося человечества Твой божественный дар, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем Слава Тебе Слава, слава, слава и хвала Благодарю Тебя за этот маленький стих Который столько много производит в нас Удивительного Кремленам послание апостола Павла 6 глава, 23 стих В завершении 6 главы Как раз там под занавес записан этот стих Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем Вот, и это действительно так Это правда И вот мы, читая Библию, действительно познаем вот эту истину Да, и правда Что Бог есть свет И нет в нем никакой тьмы Он есть любовь Нет в нем никакой не любви А тьма лишь там, где свет отступает Там, где люди возлюбили тьму Там, где свет изгоняют из своей жизни Но, когда приходит свет в нашу жизнь Тьма просто исчезает Действительно И вот день, ночь Нам это очень хорошо, наглядно Просто иллюстрирует Показывает Каждый раз Каждый день Мы видим это И это наблюдаем И замечаем И благодарим Бога за все Спасибо тебе, Господь И твой свет Он воссиял В наших судьбах И воссияет еще больше И всякая тьма Просто исчезает Спасибо тебе, Господь Спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, Господь Спасибо, спасибо Перед тобой Склоняюсь я Всемогущий Бог Источник утешения Я нашел у твоих ног О, ты велик Нет тебе подобного Перед тобой склоняюсь я Ты любовь моя Перед тобой склоняюсь я Вседержитель Бог Источник утешения Источник утешения Источник исцеления Освобождения Источник благословения Я нашел у твоих ног Я нашел у твоих ног Мой Бог велик Нет тебе подобного Источник утешения Перед тобой склоняюсь я Источник утешения Ты любовь моя 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 Ты вера и надежда и любовь моя Ты на мое все Ты наше все Господь Слава тебе святой Слава 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 И хвала Благостовенный Господь Благостовенный Царь наш Слава тебе Слава 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 Благодарю тебя За доброе утро этого Великого дня Каждый день Действительно Мы отчитываем Каждый день Боже И благодарим тебя И когда мы отчитываем Каждый день Боже Мы наполняемся Благодарностью К тебе как Творцу Сотворившему весь этот мир Все что вокруг нас Мы можем видеть Да Пусть даже и Обезображено все грехом И тела наши И Весь мир вокруг Об этом говорят Свидетельствуют Но Господь Однако же Во всем мы видим Отголоски былого величия Да Отголоски былого рая И Отголоски Да Или как сказать Вот эти элементы будущего Новой земли Нового неба Да Мы наблюдаем То что будет Так же Спасибо тебе Господь Потому что в себе Мы имеем тоже Действительно Это От тебя Вечность Вечную жизнь Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо Люди даже Замечают Порой Порой Верующие Даже там Ругаются Даже на эту тему Христиане По своему ругаются Ну Это неправильно Конечно Но Бывает такое Часто Часто Довольно Обращаясь К неверующим Говорят Ну что Живете так Как будто Живете Вечно Вот Чего ж Не каетесь Чего ж В церковь Не ведете Чего ж Не уверуете Живете Как будто Вечно Живете Вот На самом деле Это правда Потому что Человек Любой Даже если он Атеист Из атеистов Он все равно Живет так Как будто Вечно живет Потому что Мы для этого Созданы Мы не созданы Для временной жизни Мы живем Действительно Так Как Вот Ну Вечно Вечно И Обычно Нормальному человеку Даже в голову Не приходит Вот Что значит Что Все оборвется Внезапно Ну когда об этом Вспоминаем Иногда И верующие Не верующие То конечно Ах Надо же Да Все однажды Оборвется Вот значит Прервется жизнь Жизнь и нить Серебряная Но самое интересное Что В человеке Это и есть Желание И это По умолчанию По умолчанию В настройках Человеческих Жизнь вечная Просто Просто Человек не верующий Он не знает Что с этим делать Как это реализовать Просто Не знает Вот И Как Что Как быть вообще Что делать Как говорится Извечный вопрос Такой Да Что делать О Спасибо А верующие Узнают Что делать Да И знают И познают Что же делать Вообще С этим С вечностью Вообще Нам Да И дар Божий Жизнь Вечная Во Христе Иисусе Господе Нашем Хорошая Вечность Благословенная Самая вечность Это дар Бога Да Жизнь Вечная Благословение Вечное Исцеление Освобождение Вечное Да Все Все Что можно представить Себе Благого Хорошего Во Христе Иисусе Господе Нашем Аллилуйя И уже Живя на этой земле Мы тоже Живем Как вечные Да Все люди Так вот Больше или меньше Но существуют Таким образом Вот Значит И Смерть Все равно Приходит внезапно Потому что Мы живем Все равно Как вечности Да Ваша Молита Плохо Себя чувствую Мне 72 года Кружится голова Болит Тамара Пишет Да Господь Благослови Тамару Исцели Во имя Иисуса Христа От этого Голого Кружения От этой немощи Недуга Во имя Иисуса Благослови Тамару Господь Прямо сейчас Прикоснись Своей Целительной Рукой Господь Слава Тебе Святой Ты Бог Исцелитель Наш Ты Бог Исцеляющий Нас Аминь Аминь Пусть Бог Благословит Вас Сестра Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Крепости Вам Здоровья Крепости Силы От Бога Во имя Иисуса Аминь 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 Спасибо Господь И благослови Всех Боже Кто сейчас Онлайн И всех Кто потом Записи Будет смотреть Своим Божественным Исцелением А еще больше За жизнь Вечную Аллилуйя Аминь Аллилуйя Аминь Да 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 Это так Пусть Господь Благословит Всех Нас Своим Исцелением Кстати Вот этот Месяц В Библии Он называется Просто Второй Месяц Второй Месяц Да Сегодня Да Получается Интересно Второй Месяц И вот В еврейской Традиции Ну В арабской Традиции Мусульманской Традиции Его называют Месяц Рамадан Или Рамазан Да По татарски Просто ураза Вот А значит В еврейской Традиции Этот месяц Да Мы молимся Напоминаю тоже Я молюсь И к этому тоже Призываю вас Молимся за мусульман О духовном пробуждении Мусульманских народов Вот И действительно О спасении Более миллиарда человек Аллилуйя Спасибо тебе Господь Пусть любовь Божья Действительно Коснется Коснется каждого Сердца Потому что Именно этот месяц Он месяц Поста Молитв Усиленных Всех Религиозных Набожных Да Мусульман Ну Светские Мусульмане Тоже В принципе Как бы Многие Присоединяются Ну Наши Обычно Не особенно Присоединяются Но Вот Я вырос Тоже Среди Мусульман Семья Моя Мусульманская Но опять-таки Это чисто Культурно Было у нас Мусульманское Чисто Светское Такое Атеисты И мусульмане Мусульмане Чисто По Обрезанию По традициям Просто По культуре Своей Хотя Сейчас Смотрю Многие Стали уже Религиозными Мусульманами Такими Не просто Культурными Мусульманами А религиозными Стали Как и Православные Многие Просто Культурно Номинально По крещению Детскому По тому Что помрет Храм принесут За Олега Елену Их сына Заболели Коронавирус Вся семья Милая Пишет Во имя Иисуса Христа Господь Помилуй Исцели Во имя Иисуса И все Кто в этом Недуге Коронавируса И прочих Вирусов По планете По земле По всей Идущих Во имя Иисуса Христа Помилуй Исцели Господь Во славу Твоего имени Святого Аминь Аминь Да, друзья Специалисты до сих пор Руками разводят Потому что По всем прогнозам Должно было быть Действительно Пандемия И смертность Величайшая Должна была быть Но Получилось Как хлопушка Да, конечно Поумирало много народу Да, конечно Многие Переболели Но По сравнению С прогнозами Общепланетарными Будем так Под прогнозами Да Всемирной Организации Здравоохранения Аналитики Сидят Там не просто Деньги получают Так За дело За работу По их прогнозам Должно было быть Очень все плохо Но Миллионы верующих Молились И молятся И Поэтому специалисты Просто руками разводят Как так? Почему? Удивительно Не произошло то К чему были готовы Многие главы Стран Народов Держав Объявили карантин И все Объявили о пандемии Но В отличие от того Что было сто лет назад Слава Богу Господь Вот Действительно Слышат молитвы наши Да И верующие Активизировались И в Африке И в Латинской Америке В Северной Америке В Европе Многие церкви Встали на молитву Вот И стоят в молитве Во время карантинов Это замечательная молитва Когда один на один с Господом Сотни миллионов верующих Оказались Слава Богу И это еще раз доказывает Что молитва Индивидуально Имеет приоритет На самом деле Перед коллективной Общественной молитвой Вот Ну когда все общество молится Но каждая один на один Перед Богом Вот это В этом силище Просто огромное силище Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Поэтому Действительно молимся И благоставляем 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 И тех кто уже подвержен Вирусу Там заражение Пусть Господь Боже Благостави Исцели Господь Прикоснись Свои целительную рукою И в еврейской традиции Я вот о чем хотел сказать Этот месяц Называется Ияр Ияр И если Это слово Ияр Воспринимать Как аббревиатуру Согласно Испокон веков По еврейской традиции Название подобное Мы воспринимаем Как аббревиатуру Как сложение слов Первые буквы Слов И то Получается Из писания Намек Очень такой Настолько Явный Что не увидеть его Просто невозможно Намек на писание Я Господь Целитель твой Буквально Вот так вот Если прочитать По буквам По первым Получается Ияр Представляете Господь Целитель наш И поэтому Говорят Что да Как раз Это прекрасное время Когда мы Размышляем Об исцелении Божественном И принимаем Божественное исцеление Вот Спасибо тебе Господь Святой Спасибо Спасибо Слава тебе Целитель наш Слава тебе Господь Слава 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 Жизнь и смерть Все при тобой Господь И ты Властен над всем Ты властен над всеми Нами Господь Ты самый 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 Аллилуйя Во всей вселенной Самый сильный Самый мудрый Самый красивый Самый добрый Ты сама доброта И никто не добр, как ты, Бог наш. Аллилуйя. О, ты велик, нет тебе подобного, Перед тобой склоняюсь я, Ты, любовь моя. Аллилуйя. Дорогие братья, любезные, давайте вместе сейчас причастимся, совершим хлебоприловление, возлюбленные с верой в нашего Господа, исцелителя нашего, благоставляющего нас. Им мы живем и движемся и существуем. Ибо так Он возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Мы читаем об этом Писании, что жизнь вечно дар Бога во Христе Иисусе. Его кровушка пролилась, Его душа, да, была объята смертью за нас. Вкусил Он смерть, Сын Божий и Сын Человеческий. Воскрес воистину из мертвых и воссел одесной Отца для нашего оправдания, для нашего спасения, для нашего освобождения, для новой жизни во Христе для всех нас. Аллилуйя. Источник утешения, источник исцеления, источник благословения, освобождения. Я нашел у Твоих ног мой Бог велик, нет Тебе подобного, перед Тобой склоняюсь я. Ты любовь моя, ты любовь моя, благодарю Тебя за все, благодарю. Ты любовь моя, восхищаюсь Тебя. Тобой мой Бог и Царь, ведь Ты любовь моя. Аминь, аминь, аминь. Возмездие за грех смерти, а дар Божия жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. И, друзья, возьмите хлебушек, налейте себе соку, у меня вот уже приготовлено заранее. И можете прямо сейчас отломить кусочек хлебушка или отречьте кусочек хлебушка, возьмите, да, какой есть у вас хлебушек. Налейте себе соку, если нет сока, то просто воды налейте даже, просто воды не беда. Господь видит наше сердце, видит нас, Он есть видящий, Всевышний Бог. Главное, принимайте с благодарением, как действительно дар Бога. Иисус Христос, тело Его было ломимо за нас. Размышляйте об этом. Кровь Его святая была пролита за нас. Тело и кровь Христа, Иисуса Спасителя. Благодарю Тебя, Господь, благодарю за жизнь вечную, благодарю Тебя, Господь, за спасение. Благодарю Тебя, Святой, благодарю, благодарю. Спасибо, спасибо Тебе, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Ты творец, мы дети Твои, сотворенные Тобою, да, люди, потомки, да, Адама и Евы. И мы благодарим Тебя, Господь, я благодарю Тебя в этом эфире сейчас, пользуясь этой возможностью, Боже, вместе с моими братьями, сестрами, со всеми верующими, разных конфессий, разных динаминаций. Благодарю, Отче, за любовь к Тебе, аминь, Роза пишет, аминь, аминь, да, да, Аллилуйя, золотые слова, да, аминь. И возношу Тебе хвалу, благодарность сегодня за все, за любовь Твою, за милость, за спасение, за кровь и тело Иисуса Христа, Сына Твоего, Сына Божьего и Сына Человеческого. Да, небо и земля поцеловались в Нем, в Иисусе Христе, небо и земля соединились. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Святой. И сегодня, Господь, да, небо и земля, это в нас происходит тайна, Христос в нас, упование славы, славы Твоей, славы Божьей. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Господь, благодарю за спасение мусульман, да, аминь, 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 да. Пусть Твоя отцовская любовь откроется до сотни миллионов, там, более миллиарда мусульман, особенно религиозным, особенно тем, кто не просто светским, да, а тем, кто действительно в эти дни постится, молится. Благослови Господь, мусульманские народы, пробуди Господь, Ты уже пробуждаешь, Ты уже много сделал, Господь Божий, и великое Твое просто прикосновение к людям, к сердцам человеческим происходит прямо сейчас. Но пусть еще больше, Господь, совершится чудо этого во имя Иисуса Христа, преображение нации, преображение целых континентов. Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, благословен Господь, благословен Царь наш, благословен Ты, аминь, аминь, аминь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо Тебе, Святой, спасибо, 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 спасибо Тебе, спасибо, 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 спасибо. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. И рассуждайте о теле и крови Христа сейчас. И принимайте причастие. Рассуждая таким образом, что да, я спасен навсегда, навсегда, навсегда. Я спасен полностью, спасен телом ломимом моего Господа Иисуса. И кровью Святой Агнца Божьего я спасен, искуплен, исцелен, благоставлен всеми благословениями небес. Слава Тебе, Святой. Слава Тебе. Слава, слава, слава. Аллилуйя. Аминь. 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 Аминь Слава Тебе, Святой Слава, Слава, Слава и Хвала Благодарю Тебя за жизнь вечную Благодарю Тебя, Господь За спасение Твое, исцеление, благосновение Твое Аллилуйя 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 Великий Бог наш Великий Господь Аллилуйя Слава 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 Тебе, Господь Слава, Слава, Слава Благодарю Тебя, Господь И кровь Твоя, Святая Она действительно омывает нас Очищает, облагословляет Кровь Святая Твоя И благословила, и благословляет И омыла, и омывает И очистила, и очищает И спасла, и спасает Кровь Святая Твоя Аллилуйя Кровь Иисуса Христа Аминь 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 Спасибо, Господь, Тебе за все Спасибо, спасибо, спасибо Благодарю Тебя Благодарю, Господь За жизнь вечную Благодарю Тебя, Господь За все, за все, за все Слава, слава, слава Слава Тебе, слава Тебе Великий Бог наш Слава Тебе, слава, слава Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава Богу святому, Слава Богу, Слава Богу. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе за все. Спасибо, любимый мой. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо, Христос во мне, Сын Твой, возлюбленный, в Котором Твое благоволение. И потому сегодня и я, Сын Твой, в Котором Твое благоволение. Да, плоть Сыну Твоего. Да. Вот, храм Твой святой Кровь святая, да В моих жилах течет Твоя святая кровь, Господь Слава Тебе, слава, слава, слава Благодарю Тебя, Господь, за все Благодарю, благодарю Благодарю, что сегодня действительно В это время сотни миллионов разных верующих Разных конфессий, традиций, динаминаций Божьих Пробуждаются, Господь, к жизни, к жизни вечной Аллилуйя Воспринимая Тебя, как действительно Отца Отца Спасителя нашего, Аллилуйя Творца нашего и Отца Родителя нашего, родившего нас, породившего нас И спасшего нас, Аллилуйя Любовью Своей, Святою, слава Тебе, слава, слава, слава Благодарю Тебя за Агнца Твоего Благодарю Тебя, Господь, Святой, слава Тебе, Аллилуйя Спасибо, 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 Господь, спасибо, спасибо Аллилуйя, Аллилуйя Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо Братья, сестры, любимые дети Божьи Всех вас приветствую, благоставляю Сыновья Великого Творца Дочери благосновенного нашего родителя Небесного Бога Святого Благоставляю вас Благоставляю во имя Иисуса Благоставляю дома родных, ближних О ком мы переживаем, о ком мы молимся Благоставляю Страны, народы, континенты Благоставляю Молюсь за Израиль, молюсь за Иерусалим В завершение этого месяца скоро уже на днях уже будет В конце мая Празднуем День Иерусалима Вот и благоставляю все эти дни, благоставляю Иерусалим Столицу, возрожденного Богом, еврейского государства Это тоже очень важно осознать, важно понять Действительно важно, очень важно Что это действительно знамение Бога Что именно Он воссоздал Израиль Возродил и возрождает его Он сделал великие чудеса Руками простых людей Руками простых людей Обычных людей Даже часто руками неверующих, казалось бы, да, людей Ну, в человеческом понимании, нерелигиозных Но Бог знает сердца людей Он и через атеистов может свои дела сделать Даже порой больше, даже чем через, казалось бы, верующих людей Он вседержитель, Он всемогущий, действительно Бог, Он делает, что хочет вообще Действительно Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо Хотя, действительно, как я говорил уже как-то в трансляциях Что Он, с одной стороны, всемогущий С другой стороны, Он и невсемогущий И слава Богу, что Он и всемогущий, и невсемогущий Себя отвернуться не может своей любви Слово своего Это действительно так Это восхищает Его и всемогущество восхищает И его невсемогущество еще больше восхищает меня, честно говоря Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светом лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Аллилуйя 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 Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Ох Спасибо, Господь, тебе за все Слава, слава, слава Благодарю тебя, Господь, за причащение Причистых таинств Да, тело и кровь Христа Сегодня это ты и я Сегодня это миллиарды верующих Это действительно все доверяющие Ему Принимающие жертву Христа В свое сердце Иисуса Христа Как своего личного спасителя Господа Аллилуйя Аллилуйя И Бог хочет, чтобы все люди спаслись вообще И достигли познания истины Принимаем за Иерусалим родных ближних Аминь, 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 да Аминь, аминь Аллилуйя Хо Аллилуйя Хо Аллилуйя Кстати По-грузински как да Слово да Хо Хо Аллилуйя Кстати, я вспомнил Хо, а не тоже Хо Аллилуйя Значит, да Аллилуйя Спасибо, Господь Благодарю Грузию Вчера Еще карантин начали снимать только Сегодня будут снимать Постепенно-постепенно, да В Киеве здесь у нас Вот, но уже Вчера там перебирались Вижу, там уже начинали уже там уже Готовиться Вот, вечером И, значит, и смотрю, значит, там открылась грузинская здесь у нас неподалеку Вас Бог всемогущий Поставил место Бог поставил Вот, уже поставил Просто, когда это будет Ну, я не знаю В духовном мире тоже поставлено уже В духовном мире А в физическом, я не знаю Будет ли это Или когда это будет Я спокоен Аминь, аминь, аминь И грузинская кафешка открылась здесь Ну, не кафешка, как называется Там вот Выпекают хлеб Грузинский Там, смотри, уже Привезли уже сулугуни Классная вещь вообще Грузинская сулугуни домашняя Привезли, значит, там уже Некоторые там такие грузинские смоколоки Я поговорил вчера с грузином там Хозяином И он же повар Ну, шеф-повар там, да Я говорю Гамарджоба, где он смотри Гамарджоба Такой довольный Вот, значит, я говорю На Кавказе бывал, да Говорю не раз уже Очень люблю Грузию Страну Лозы Вот Он обещал хинкали сделать Получается не сегодня А завтра уже Завтра будут хинкали уже, да Настоящие грузинские хинкали Так что я к шабату Закажу ему хинкали обязательно Настоящие грузинские хинкали Так что сделаем Грузинский такой Шабат Предстоящий нам Аллилуйя Но сегодня еще Казалось бы рано Сегодня еще вторник Ой, понедельник Второй день Вот, но уже заранее готовимся Да, второй день Понедельник Обнимаю всех Целую, благоставляю, друзья Во имя Иисуса Христа Благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святаго Духа Со всеми нами Аминь Аминь, аминь Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя